Итак, Светлана, давайте выбрали вот эти вот работы. Раз, и вот этот. Это, по-моему, Игорь Медведев, да? Да. Как поделим, я пишу одну, вы пишете в этой же технике какую-то другую, да? Какую вы выбираете? Вот эту я пишу. Так, вот эту я буду показывать. Хорошо, смотрите, не уверен, это какая-то смешанная техника у Медведева. Попробуем в этом же стиле. Вроде ничего сложного, но сложно будет повторить вот эту неповторимость, такую вот художественную, конечно, не по-своему, но как-нибудь попробуем. По-моему, здесь используются шпатлевки какие-то, акриловые, ну, то есть техника смешанная. Сначала мы дадим шпатлевку, шпатлевочкой рисунок, процарапаем, что-то нацарапаем, нацарапаем, а потом разукрасим краской. Так, возьмем шпатлевочку. Так, вы рисуете вот эту? Да, да. Вот она шпатлевка, она же грунт. Так. А здесь сначала рисунок, потом шпатлевка или наоборот? Нет, какой тут рисунок, господи, тут... Ну, например... Ну, нет, смотрите, мы нанесем шпатлевку, потом что-то процарапаем карандашиком или ножиком, дадим подсохнуть. На вентилятор поставим, на минут за 10 высохнет шпатлевка. Вот, и потом будем потихонечку разукрашивать. Вот смочим холстик, вы смочите холстильичку водичкой. Водичкой? Водичкой, да. Так, Светлана, очень приветствуется все вопросы абсолютно детские, абсолютно какие угодно, потому что, ну, видео смотрят люди вообще не подготовленные, которые пытаются повторять. То есть, все, что вам интересно, все, что вам было интересно год назад, два года назад, когда вы начинали, все это вы можете задавать. А вода, чтобы разбавить шпатлевку? Шпатлевку, да, и чтобы легче легла на поверхность. Вот можно губкой или рукой немножко смочить. Холстик. Вот мы берем, ну, на такую поверхность, ну, где-то две ложки, три ложки столовых шпатлевки. Шпатлевки – это, как сказать, это фактурная паста, а если ее разбавить водой, она же шпатлевка такая. Ну, мы писали, помните, она шершавая очень. Да. Вот примерно вот столько же. Вы видите, будете все сами себе делать. Можно кистой, можно ножом. Ну, наверное, лучше, сначала кисточкой. Разнести по холсту. Вот ее немножко еще разбавим, чтобы она полегче была, подгатливая. Приветствуется вот такая вот неоднородность покрытия. Какая-то вот такая вот… С увихрением, мне кажется, нужно. Да, там комочки всякие. Все это вот такие шлепочки. Можно бумагой пошлепать, фольгой, мятой, чем угодно. Все это только даст нам какую-то художественную сложность. На ней будет краска спотыкаться, разные такие спецэффекты будут проявляться. Так, вот разнесли более-менее равномерно по холсту. Вот можно кисточкой, можно взять и пакетик. Допустим, какую-то часть вот так. Что-то кистью оставить, что-то взять мастихином. Сюда нужно копеечек наклеить, пуговичек, чего угодно в таком стиле. Листиков, тряпочек, лоскоточков, ленточек, ниточек, ну, чего угодно. Это уже тут я не знаю. Все, что найдете, такого интересного, сюда можно это лепить. Будет, конечно, не так, не в этом стиле. Но вы понимаете, вот этот стиль такой абсолютно свободный, творческий. Который… Тут вообще границ нет. Тут вообще можно до того безбашенно все это делать. Не знаю, ну что… Тут фантазии предела нет. Вот как бы в классической зубице все-таки пределы какие-то есть. В декоративной живописи пределов нет. Хоть дырку здесь вырезать можно. Хоть я не знаю, чтобы рамку приклеить, фотографию. Не знаю, песком посыпать, солью, макаронами, гречкой и так далее. Так, ножиком можно что-то уложить. Вот я немножко сильно разбавил водой. Вы так не делайте. Немножко многовато, чуть-чуть по… Как бы она должна быть более… Суховутой? Да, чуть-чуть более сухой. Ну, хотя нормально будет укладываться. Так, вот что-то сейчас… В косых лучах, кстати, вот это уже делать желательно в косых лучах. Слои сразу видно. Да, тут виден уже рефлекс, рельеф поверхности. Вот, придаем какую-то сложность. Вот здесь уже можно нарисовать. Можно просто контурами такими. Тут много процарапываний, насколько я понимаю. Не знаю, я как это-то видел в натуре его работы. Не помню. Не помню, что явно смешанная техника. А как это? Сделаем. Так, вот у нас личико. Вот. Подличико можно немножко снять. Вот можно выпуклым колпачок этот сделать. Вот специально взять. Там у вас, подождите, какие варианты? Здесь, не знаю, тут можно в волосах, что-то вот такое интересное поднуть в одежде. Даже, наверное, многовато шпатловки. Очень хорошо с феном работать. Даже с обычным феном, но лучше такой строительный, знаете. Да. Ты его сушишь, слой подсох, один слой, ты на него сразу же второй, он не подсох, он схватился, сразу же еще слой. И получается вот такая реальная штукатурка такая, слой за слой. Кстати, вот эти, вот эту штукатурку, шпатлевку, она очень хорошо опрашивается. То есть, смотрите, вот это у нас акрил, как бы, чисто акрил, в чистом виде, вот тут капелька воды, которую я добавил. Если добавить, это как бы клеевой грунт получается, если добавить в него, ну, в частности, вот у нас голубой или бережевый, лишним не будет, добавить краску маслом, а она легко смешивается, перетирается, вот это у нас становится уже эмульсионной грунтой, эмульсионная грунтовка. Вот она элементарно, губочкой или кистью смешивается. Все, она высыхает, точно так же быстро высыхает, за какие-то там минуты, ну, там 10-10 минут, и это уже эмульсионная грунтовка, считается, самый лучший грунт, лучше, чем клеевой. То есть, достаточно смешать с краской? Да, да. То есть, вот смотрите, вот как я показывал, ну, вот сейчас даже загрунтую быстренько холстик для зрителя. Вот у нас, допустим, есть холстик из магазина, они обычно пладенькие, скутские, более того, они могут тянуть краску, чтобы сделать нормальный грунт, во-первых, шершавенький, во-вторых, не тянущий краску, во-вторых, эмульсионный, который, смотрите, клеевой грунт акриловый, он, как бы считается не очень такой адгезионный, адгезия не очень хорошая к нему, масло чисто к акрилу, она цепляется только чисто за счет механических, как бы, масла на акрил не ложится, ну, это есть такое свойство, оно, как бы, не очень прилипает к нему, а держится оно за счет того, что в грунте много вещества, там, ну, мел, там, кто что сыпет, он чисто не имеет не гладкую поверхность, грунт, а такую, как бы, шероховато-пористую, и вот за вот эту пористость масло цепляется и держится, но если добавить в эту, в масло, в акрил добавить капельку масла, ну, белил, допустим, если нам белый нужен, или цветное что-то, если нам цвет нужен, то получается эмульсионный грунт, которому масло прилипает на 100%, то есть оно органично приклеивается к нему, вот, то есть уже чисто молекулярно масло к маслу прилипает. Вот. Ну, то есть то, что сейчас картина получается в клеевом в грунте, она будет... Ну, как бы, это не очень хорошо, конечно, она не отвалится, но она не отвалится за счет того, что здесь чисто механически приклеится, если бы мы это акрилом покрыли, акриловым лаком, чистым акриловым лаком, и начали по него маслом писать, оно могло даже при нашей жизни, так сказать, уже начинать где-то отклеиваться, отслаиваться. Поскольку здесь есть наполнители, минеральные наполнители, с ним будет все хорошо, а если сделать его, как я говорил, эмульсионным, то будет вообще отлично. Так вот, смотрите, вот прямо перед работой немножко смочили холстик чуть-чуть, взяли грунта, ну, можно вот этого моего, можно там любого акрилового грунта, вот на такой вот грунтик, на такой холстик достаточно, ну, столовая ложка, чайная ложка с горочкой, наверное, вот этого вещества, чуть-чуть его разбавить водичкой, сначала разнести его по всей поверхности губочкой, лучше всего губкой, а потом эту же губку, кстати, закрываешь банку, она там и хранится. Вот, разнесли, потом берем любой нужный цвет, вот оранжевый возьму немножко, чтобы из клеевой получился эмульсионный. Вот берем немножко, ну, граммульку и втираем, он механически перетирается в эмульсионное состояние, в эмульсию, то есть масло с водой как бы не смешивается, но мы просто навязываем, чисто механически вот оно перетирается. Кстати, обязательно сначала нужно нанести клеевой, а потом добавить масло, не сразу, да, потому что он может, сам грунт не очень хорошо приклеится к этому. Вот, по нему он, смотрите, через 10 минут высохнет акрил, масло еще будет свежее, но акрил, как бы, частички масла еще будут свежими, то есть не полимеризованными. Писать уже можно будет через 10 минут, но если и будет хорошо все там с адгезией, все отлично, но если дать ему еще постоять 2 недели, как правило, эмульсионные грунты, ну, это если уже придерживаться вообще правил, правил, на 100%, такому грунту нужно постоять 2 недели, у него будет вообще это нанесено. Писаться, то есть он сохранит лучшие свойства клеевой, клеевого, и в то же самое будет чиститься масляного грунта, то есть одни плюсы. Вот, 3 минуты, вот у нас отличный грунт, хочешь пиши сразу, хочешь через 2 недели. Разница небольшая. Вот, кстати, в тонких слоях она уже подсохла, пока мы говорили 3 минуты, вот она подсохла. И вот так вот слой за слоем можно, кстати, рисовать, это будет уже чисто смешанная техника, вот можно уже нагнетать краску, понимаете, это уже будет хорошо, понимаете. так, вот создаем что-то, так, вот у нас личико, личико, главное, чтобы не противоречило более-менее рисунку, тут будут ручки у нас, тут скрипочка, тут что-то еще. Вот на этой картинки нет, а вот здесь вот видите такие кружочки, то есть можно тут порисовать, вот хочешь карандаш, хочешь чем-то еще, вот что-то такое, ну, вы у себя порисуете, здесь этого как бы нету, вот кроме вот этой соломенной шляпки, колпачка, ну, можно тут что-то придумать такое, два плечика нарисовать, расписаться тут можно, какие-то птички нарисовать, так, ну, не буду отсидеть, но порой, так, все, теперь можно ставить вот это на вентилятор, в таком слое, тут, ну, местами до трех, наверное, миллиметров, будет сохнуть минут 15 в вентиляторе, не больше, если меньше сделать, слой будет еще быстрее, то есть, а в это время, пока сохнет, художник обычно набирает палитру, колера, то есть подбирает вот это спокойненько, вот этот колер, вот этот, ну, там, 4-5 колеров на палитрочке, так сказать, разогревается, пока сохнет. все, давайте, в этом же стиле, абсолютно вам не помогаю, только наблюдаю со стороны, давайте, делайте свое. хорошо рисунет. Также. Можете отсюда. Можете отсюда. Вот тут ниток много, можно нитками волосы сделать. Здесь татковатые или нормальные? Нормальные. Правда укладка такая желательно сделать под солухи вот такие. Они лучше под маслом смотрятся. А засоровато. Чудо подождать пять минут или на вентилятор поставить чуть-чуть. Там нет такого, вот здесь вот правильно, мы хорошо нашли вот это вот. Более косые лучи можно сделать, чтобы посмотреть, понимаете, рельеф. так пока я буду рисовать, она сама высохнет. То есть не ставит? Не обязательно надо. Кстати, если поставить сильный на фен батареи, то могут быть трещины. Тоже неплохо, кстати. А строительный фен он же мощный. Мощный, да. еще хуже, чем батареи. Ну так, на расстоянии и не на одном месте, он не успевает нагреваться. Может пойти такие трещинки в толстых местах, но они как и странно тоже хорошо. Как кракелер такой. Так, вот прошло сколько, пять, десять минут, более-менее подсох. Кстати, даже если и не подсохший немножко в толстых местах, писать можно. В среду не смешивается вода с маслом, можно смело красить поверху. Она даже под маслом со временем акрил подсыхает, схватывается и становится как камень. Вот. Кстати, вот то, что я говорил, можно поставить, ну нежелательно ставить к батареям каким-то, сушиться, могут пойти трещинки. Но можно специально поставить к батарее, чтобы появился кракелер такой. То есть прям я когда-то на обычной газовой плите наносил шпатлевку какую-то, достаточно густым слоем, и ставил там как-то с помощью каких-то двух табуреток над газовой плитой. Угу. Очень быстро нагревалось, и этот трескался акрил в толстых местах, появился такой очень красивый кракелер. Такой мощный, такой вот, как вот земля сухая такая. Ну, маленькие такие клеточки. А в основном-то какие работы, наверное, как он пишет? Декоративные. Все декоративные. Где нужно просто творчество, свободу, что-то необычное, уникальное. Понимаете? Вот такие работы они уникальны, они повторяются. И они приносят, ну, как ни странно, удовольствие, потому что это творчество в чистом виде. Ты творишь, ты не знаешь, что получится. Тут варианты 50 на 50. Ну, в общем, работа быстрая. Ты за день, да какой за день-то? Такие работы они за два часа делаются. И ты идешь еще успеваешь кучу дел сделать в этот же день. Так, Светлана, дальше. Вот у нас подсох наш клоун. Теперь можно смазать чем-то, можно не смазывать, прям по сухому холстику. Рисунок можно чуть-чуть определиться, где тут у него подбородочек. Вот он ровно посередине холста. Вот так. То есть можно рисовать, можно прям с кистью. Это очень легко находится, даже начинающий. Так, носик по центру у нас. Что-то вроде ротика, вроде глазок. Да, если у нас попал грунт на какой-то участок, где нам он не нужен, а он уже подсох, можно постараться снять мастихину, но если сильно уже подсох, можно наждачкой. Немножко аккуратненько, но главное не повредить сам грунт основной, чтобы туда не пошло масло. Немножко не подсохшая была. Вот тут с глаз немножко хочу обрезать. Валяем кисточку. Здесь, смотрите, такой момент. Вот эти цвета, вот особенно вашего будет касаться, вот здесь. Вот это кадми красно-светлый, без капли белья. Вот здесь с оранжевым, возможно, чуть-чуть оха. Вот тут может быть чуть-чуть белья. Но в основном вот эти вот вещи фоновые, они без белья. В тончайшем слое, возможно, тут тончайший слой такой акварельный, и там грунт светится беленький. Очень важно попробовать аккуратненько, аккуратненько, немножко разнесите, чтобы был вот этот эффект свечения такой вот. Очень насыщенный цвет. Вот здесь без... То есть насыщенный, но тонкий. Тонкий, да. Тонкий-тонкий. Здесь толстая эта шпатлевка наша, а сами слои будут тоненькие-тоненькие, акварельно лежать. И это будет яркая такая, сочная работа. Здесь, внутри вот этот марс коричневый, без единой капельки белил. Ну тут, если у нас белилами, тут без белил на носике, здесь без белил. Вот здесь немножко белил, возможно, вот тут немножко белил. А руки наносятся поверх? Поверх, да. Белила мощнее. Мы всегда начинаем со слабых цветов. В живописи Алла Прима, в живописи Пуза Дин Сенс, мы начинаем со слабых цветов. Если бы мы нарисовали руки, нам бы трудно было пририсовать вот этот красный слой без смешивания. Чуть смешаясь белила и все, и краска уже красная, она теряет насыщенность. То есть, мы сначала наносим, ну, может, возможно, оставляем место под руки, оставляем немножко, наносим красную краску, а потом белилами, как более мощной краской, мы рисуем, собственно, то, что нам нужно. То же самое с лицом. Сначала окружение создать ему, коричневое здесь, здесь красненькое все, а потом с белилами, как более мощной краской, мы рисуем лицо. То есть, вот, ну, тут нужно всегда думать, что, почему, что мощнее, значит, то есть, сначала, какой слабый, более слабый слой, сначала и вон уносим краску, а потом более мощный. Так, здесь у нас насыщенный, здесь не такой насыщенный фон, здесь у нас насыщенный, как бы, вот этот колпачок одежды, вот здесь тень, все, все становится более слабо. Отмываем кисточку, дна не касайтесь, смотрите, иначе моментально загрязнится масленка, жидкость. Вот так вот, даже не всей, так очень, жидкость, она очень такая гидрофобная, то есть, свойство у щетины, ну, вообще в любой кисточке забирается очень быстро жидкость, то есть, она моментально. Нам много не нужно, так она наберет полную кисть жидкости уголочками. Не всегда вот старайтесь, даже можно опираться у краешек, чтобы варьировать, сколько нам нужно разбавиться. Это при работе, когда ты делаешь смеси. Жидкости должно быть ровно столько, сколько тебе нужно, ни больше, ни меньше. Консистенция краски – это одна из важнейших вещей. То есть, что-то нужно писать густой краской, что-то полуразбавленное, что-то жидко разбавленное, что-то вообще по-акварельному. То есть, это чрезвычайно важный момент такой, чувствовать консистенцию того, что ты делаешь. И для этого не вот так макать и получать вот это болото такое, и потом акварельно все, там акварельно все течет у начинающих многих, а брать столько, сколько нужно. Так, вот моя кисточка. Вот берем красный, смотрим, оранжевый. И на ногу пробуем вот сюда на плечика. Чуть-чуть разбавляем, поскольку сухой холст, неразбавленная краска будет очень ложиться так густо, рванно сухо. А разбавленное, оно кладется хорошо. Более разбавленное, если еще больше разбавленное, вот оно кладется по акварели. То, что уже вам нужно будет в вашей работе, кое-где попробовать вот это вот, чтобы помогал грунтик. Вот он там чувствуется. Потом это можно всегда выбрать, какие-то спецэффекты сделать. Чувствуете, тут и фактура тебе, тут что-то еще. Сначала кисть держим перпендикулярно, потом мы будем кисть держать плоско-горизонтально к холсту. Но сначала всегда художник должен держать, когда начинаешь работу, лучше держать ее перпендикулярно. Я уже в многих фильмах говорил, повторюсь еще раз. Так чище работа становится. То есть смотрите, вот у нас рельефная фактура. Даже обычный холст, он имеет рельеф за счет переплетения нитей. В это переплетение, если кисть ложить, а многие начинают прямо вот так рисовать. То есть, ну, сами понимаете, как вот, это если увеличить, ну, преувеличить все. Это как вот, допустим, мести асфальт, метелку положить и вот ей мести. Он не выметит все из углубления асфальта. Тут то же самое. Мы не закрасим, точнее, ну вот пример такой не очень, конечно, с этой метелкой, но вы поняли. Да. То есть нам нужно, чтобы все поры забить, нам или очень сильно разбавлять краску нужно будет, большим количеством краску. Или давить, давить на кисть, чтобы зашло туда вещество. А когда давишь, отсюда выходит старая наша, вот что в этом случае происходит, старые наши краски, смеси. Мы давим на кисть, мы сильно вмешиваем, много телодвижений, много трения и грязноватый результат. Перпендикулярно и не сильно. Перпендикулярно в одно движение, да и не сильно. В одно движение все, оно моментально закрашивает. Потом, когда мы все закрыли, потом кладем кисть. Это изумительный прием, когда ты уже рвана поверху какой-то другой краской, другими оттенками, по уже найденным, по уже прописанным, ты усложняешь вот эту работу. Но сначала не забывайте, только перпендикулярно. Так, дальше. Начинаем, смотрите, без особых изысков по цвету. То есть, чтобы вы не писали пейзаж какой-то или что-то еще, там есть сложные такие оттенки, мы даем себе немножко вот такой вот, как бы, чуть-чуть ярче пишем, чем нужно. Потом в процессе работы у нас еще есть возможность чуть-чуть немножко подправить, мы все равно подправляем. В процессе работы вот эти, казалось бы, яркие цвета, они немножко успокаиваются. Ну, за счет легкого загрязнения, там, другими оттенками, смешивания цветов на палитре, на холсте прямо. И более такие, ну, то, что нужно становится. Если давать, пытаться сразу давать тонкие какие-то оттенки искать там, ну, здесь нет тонких оттенков, здесь все ярко. Ну, понимаете, вот, когда такие пастельные, что-то ты ищешь, как правило, ты ошибаешься, а потом, когда уточняешь, ты в эту грязцу, как бы, такие пастельные оттенки, ты добавляешь еще пастель и становится уже грязно, уже со второго прикосновения. Когда ты в яркое немножко приглушаешь, тогда, как бы, вот, то, что нужно. То есть, яркий цвет добыть сложно уже будет, понимаете, если ты ошибся сразу же. Трудно. А вот успокоить его одним движением. Ты просто вот можешь вот обычной строительной кисточкой набрать любого допа какого-нибудь, ну, дополнительного оттенка и одним касанием ты раз и сразу снял насыщенность и, там, зелененьким, чем-то по красному, легким зеленым загрязнением, по красненькому раз и все. И он в цвет успокоился, лег, стал на свое место. То есть, сначала не бояться ярких цветов. Не бояться. Ну, конечно, в меру. Так, что это я делаю? В меру. Вот коричневый, у нас коричневый, в данном случае у нас марс-оранжевый выступает. Рисуем большими пятнами, локальными, без деталей, пока без деталировки. Ну, так вот, грубенько. Начинаем грубо. Не забывайте про укладку. То, что укладочка у нас должна быть вот такая, 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 ничего полосатого. Свободная вот такая вот и кроничка. Здесь, наверное, еще будет очень сложный переход формы в эту размытость ярких вне. Это очень просто. Оно само собой произойдет. Мне кажется, очень легко загрязнить? Вот этот белый, да. Для этого нужна отдельная кисть. Ничего сложного. Главное, конечно, вот так не растушевать. Берем отдельную хисточку. Даже отдельную тряпочку, на всякий случай. Да, берите вот такую клееночку, чтобы… Я видел, вы в перчатках иногда, по-моему, работаете. Я в телевизоре вообще… Да, кто-то работает в перчатках. Очень неудобно, особенно летом. Я сам не люблю, когда руки в краске, не переношу почему-то. Хоть и в 25 лет работаю профессионально художником, так и не привык. Не люблю. Но перчатки, ну, невозможно работать летом, по крайней мере. Ну, и кисточку, мне кажется, ничего. Да, да, да. Вот прям, действительно, ощущение нити. А это самое… А вот такая привыкаешь моментально к пленочкам всяким. И, кстати, тряпки, казалось бы, для профессионального художника расход тряпок колоссальный. Ты в день… Рулон вот такой вот, ну, практически. Он тоже что-то стоит. Когда ты работаешь с тряпкой, тряпка на 100% используется. С нее уже течет, ты ее тогда только выкидываешь. Угу. Очень вещь хорошая. Ну, и самое главное – это то, что токсичные краски, некоторые токсичные кадмии и кобальты, они до того мелко перетерты, что они легко проникают через кожу. То я не устаю повторять, особенно детям – это важно, молодым художникам. Проникают, особенно через женскую кожу. У нас женская кожа тоненькая. Через мембраны кожи проникает вот это до нанометров перетертый кадмий и кобальт. А это тяжелый металл. Это онкология, возможно, это прочие неприятности. Нам это не нужно. То есть без фанатизма, но какая-то гигиена или санитария нам нужна в работе. Так, вот отмели кисть для окона. Начинаем здесь. Тут тоже от слабого, от светлого, а потом мы закрасим голубыми. Здесь фиолетовые оттенки, да? Тут голубые, голубовато-розовые такие. Не белило, конечно. Вот можно вызвать белые края. Тут у вас белого нет, но вот иконка белая. Вот можно сравнить. Не белые. В айпадах это хорошо, там белые такие полосы. А, можно бумажку. Смотрите, это полезная вещь. У нас есть отличная тряпка. Отличная, но она не очень белая, но вы поняли. Да. Художники часто пишут с натуры, да и с фотографии. Пейзаж пишут прямо на дерево. Это то ли Серов, то ли Левитан. А, Шишкин, по-моему. Бумажку белую. Прямо на ствол сосны. Раз. Как камертон. Правда, белую и черную. Ну, достаточно белые бумажки, чтобы сравнивать вот эти тональности. А здесь у тебя вместо бумажки камертон белило. И ты уже сравниваешь вот эти вот вещи. Точно так же, если фотографии поля белые вызвал, посмотрел, и ты и тонально не ошибешься, не сделаешь, перебелишь, и оттенок найдешь. Вот в сравнении с этим белым чувствуется, сразу чувствуется розовый. И с теплинкой такой, розовато-теплый оттенок. А теплинку мы добавляем с помощью оранжевого. Ну, можно оранжевого, можно охра взять. Так, вот добавили жидкости. Тонкими слоями начинаем нам. Чем тоньше, тем нежнее будут переходить всякие вот эти смешения краски. первые слои пишутся тонко достаточно. Особенно это касается теней. Копировать вот такие вещи, такого плана, где все, случайность множенная на случайность, нельзя. То есть, у вас вряд ли получится повторить случайность. Здесь, действительно, здесь работа, ну, я не знаю, насколько, ну, я по ощущениям около полутора-двух часов такие работы делаю. То есть, здесь множество случайных артефактов каких-то вот вещей. Повторять вот эти капельки брызги досконально у вас не получится. Смело примерно подбирайте только цвет и примерно располагайте в то место, где вам кажется, примерно оно должно быть. Все. А желательно вообще все это компилировать полностью. Ну, то есть, вообще на новый уровень выходить. То есть, если вы пока еще боитесь создавать свое, что, вот я понимаю, это, ну, сложно свое создавать, свои миры какие-то, своих клоунов придумать, так сказать, своих рыбок, своих балерин или что там еще, понимаете? Компилировать можно. То есть, на основе, вот, допустим, на бумажке нарисовать, ну, допустим, вас заинтересовал вот этот клоун, прям понравился. Отложили пока в сторону. На бумажке нарисовали своих клоунов или свою там какую-то, там, принцессу какую-то в таком стиле примерно нарисовали, нанесли на холст, нанесли, а отсюда мы берем только настроение, энергию и цвет. И уже свою принцессу или свою там рыбку или свою там жирафа в этом же стиле рисуем. То есть, мы уже не боимся, у нас есть точка опоры под ногами, земля под ногами, так сказать. А уже свое и вот творчество. Вы не представляете, когда вот, когда ты творишь, по-настоящему творишь, ну, вообще, вот, какие крылья вырастают, какое вдохновение. Ты рисуешь, ну, еще как, еще это должно получаться, естественно. У тебя дух захватывает. Понимаешь, ты вот как-то вдыхаешь и выдохнуть не можешь от того, от кайфа от того, что ты делаешь. Вот это, ну, это нища не сравнить, вот такое вот удовольствие. Вот такая декоративная техника, она и дает огромную свободу при минимальных каких-то затратах, так сказать, каких-то... Ну, что вы не нарисуете, ребенок нарисует так. Хотя, ну, тут, казалось бы так, это Медведев, я думаю, хорошо рисует. Тут как бы от обратного, вот как Малевич, допустим, все вот там возмущаются его черным квадратом, но до черного квадрата он же писал прекрасные портреты. Ну, к этому прийти нужно. Вот, чтобы, возможно, вот так писать свободно, нужна школа. Но, смотрите, даже начинающий может и без школы, без особой, без какого-то что-то подобное творить. Вот, создавать уже вот такие вот вещи. Просто для этого нужно какое-то раскрепощение, смелость какая-то небольшая, знание элементарных каких-то там приемов технических, ну, как масло кладется, как это вещество работает, как они между собой смешиваются, как работает тройничок и все. И рисуй, твори и получаю удовольствие. Вот это у нас с белилами идет. Да, 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 вот это уже все с белилами. Светлана, вот если будут где-то оставаться такие недописанные, это не страшно. Главное, чтобы они не были большими пусками недописанные. Маленькие – это приветствуется. Это как бы такая легкая художественная небрежность, которая только как бы… Это еще один плюсик к укладке. Ну, живопись – это же не просто цвет, это еще и укладка, укладка краски, в том числе и нашей шпатлевки. Вот эта вот недописанность – это еще одна степень сложности. А укладка должна быть сложной. Она должна быть сложной, многогранной. И все-все-все, вся совокупность вот этих вот инструментов и способов ведения работы – все должно присутствовать. То есть вот это вот не закрашиваем. До конца, ну, часто видели, не закрашенные работы, эти фоны не закрашенные. Это только украшают. Такого плана работы. Так, вот ЭФЦ голубая. Тут, по-моему, она и есть. Это для нижнего бокса? Да, да, да. Ну, если вы не против такой яркости… Нет, я наоборот, да. То есть суперпастельные. Да, вот игра рукой, не просто игра рукой делать вот эти движения. Должна еще присутствовать разная степень давления на этот момент, чтобы разнообразие было то уголочком, то сильно, то… Понимаете, все должно быть разнообразным. Вот это однообразие укладки чувствуется. Такая, получается, ритмика такая не очень хорошая. Пропадает, как бы сложность пропадает. А слои сейчас тонкие. Тонкие, тонкие. Тонкие такие, суховатые. То есть разбавленная краска, ну, в меру разбавлена, чтобы она не затекала полностью во все щелочки нашего грунта. А как бы что-то оставалось какое-то. Вот, вот чувствуете? Да. Уже интересно. И очень важно, вот прямо запишите себе, не замучайте работу. Работа простая. Вот, смотрите на цвет, сравнивать, подбирать цвет. Вот больше процентов времени у вас здесь должна быть работа мысленная, творческая происходить. А тут уже… Ну, то есть ее замучают моментально. Одно, два, три, прикосновение к месту, и все. Она уже унылая, уже теряются какие-то сочетания, и все, и пропадает работа. Если что-то у вас пойдут отклонения какие-то в работе с этим клоном, не переживайте. Смотрите, вы как бы… Тут такая вещь, казалось бы, сразу какой-то мазок или какое-то место. Вроде отличается от оригинала, и вы бросаете сразу все силы на исправление этого места. Да. Это если кардинальное какое-то расхождение, то нужно это делать. Если так себе еще терпимо, потерпите. Оставьте его и работайте в других местах какое-то время. Пока не подсох, может, можно было бы поправить? Нет, нет. Пока она не приживется, это место. Как правило, это место приживается. Вот такое свойство есть. Вы же вот тут какой-нибудь ляп какой-нибудь допустили. Он вроде режет глаз, но так еще более-менее. Оставьте его. Ведите работу по другим участкам картины. Вы ведете работу все равно с учетом даже вот этого ляпа. Автоматически оно как бы, вот эти нововведения, они с учетом этого ляпа как бы гармонизируют все. Гармонизируют все. Глядишь, через полчаса это уже и не режет взгляд, а через час он и хорош в окружении всего. Органически, если вы органично все ведете. А не получится то, что вся картина из одного ляпа, начинаешь его вписывать, и начинается куча ляп. Ну, может, у вас и получится так, но вы поняли смысл, что лучше подождать немножко, глядишь и приживется. А когда ты его исправил, это лишняя грязь, скорее всего, у вас не получится исправить это место. И вот что-то вот такое безнадежное испорченное получается. Есть такой момент, еще раз говорю, потерпите, немножко потерпите, ведите работу в данном направлении, то есть с учетом вашей ошибки. Глядишь, это будет не ошибка, а украшение, прям маленький бриллиантик, наверное, такой бывает. Казалось бы, это шлепок неудачный, а без него-то уже через полчаса он просто украшает участок. Вот такое, склошь и рядом было. Так, теперь... Симус-то добавим или потом как-то с верхним словом? Посмотрим, по смыслу. Так вот такой важный момент по смыслу, по ходу работы. Оно у нас уже очень сильно отличается от оригинала, ну, естественно, процентов, наверное, на 50. И уже перекладывать сюда синий, может, он сюда и не ляжет. Пока вот этот угол органично-органично. Так, сейчас можно немножко строительной кисточкой что-то подсобрать, какие-то оттенки. Вот тут уже, вот уже, о чем мы начинали говорить только что. Вот тут можно положить кисть. Вот здесь можно искать фактуру. Фактуру будь-то холста, будь-то нашей шпатлевки. Грунтовочки, точнее. Лучше подождать немножко, пока она подсохнет, пока из краски выветрится, разбавится. Потом можно будет или же ножом, или чем угодно. Да, кстати, вот очень приветствуется вот такой винтаж. Драность такая. Это еще одна степень сложности укладки. Вот такие наплывы краски. Тоже. Так, теперь быстренько леченькою нарисуем. Мы начинаем здесь с темных, с теней. Да, да, здесь с теней. Вот почему-то у нее синее личико, но ладно. Что-то он синее у нас. А вот носи, губки уже в самом-самом конце, да? Ну да, то полезет потом в белило красное. Не в самом конце, нет. Почему? Как мы без него будем вести работу? Просто красный цвет он закрасит нам белило, и розоватость вот эта полезет. Снимаем краску лишнюю. С этого грунта, о котором мы говорили, вот шершают. Не снимается краска, потому что она в порох минерального наполнителя, вот этого, в наждачке у нашей. И вот у нас как подмалевок. Мы стерли краску. И теперь мы можем идти на уточнение, спокойно, на усложнение. Вот какие-то прорисовки. С лицом. Если у вас клоун не близкий родственник, и нам не нужно портретное сходство, очень не пытайтесь точно копировать. Тут тоже такая история, передать настроение важно, вот это вот такая наивность какая-то, вот такая, пацифизм такой, в чистом виде. Передать желательно, но точные вот эти построения не нужно. Если нужно портретное сходство, тогда бросайте все силы сначала на рисунок, потому что портретное сходство это прежде всего точный рисунок. Здесь мы просто образ, настроение, вот это вот печально, у вас там такой более веселенький. Вот это вот все передать. Макс technическая. Рunal fossil цены. Хорошо. Там. Да. Курт teh runYouTank. Брест в глазах появился, пока он еще не смотрит, но это обычный классический блечок, откуда освещение нам такая очень слабо заметная, не акцентирована, то есть у нас строгая подчиненность, грамотный художник всегда делает первое, второе и третье степенные вещи, желательно на большее количество градаций все это делить, и эти градации они должны быть менее прописанные, менее контрастные, менее цветные, то есть всегда чуть-чуть более подчиненные, чем... То есть у нас на первом плане у нас вот эта часть, лицо, лицо, колпак, а дальше все такое. Дальше у нас ручки и скрипочка подчиненная немножко, а еще более дальнее это фон, одежда его, если нет, какие-то вещи. Да, вот здесь ничего не прописано, смотрите, специально делаем, художники часто вот так вот делают кисть, чтоб, не дай бог, она не стала писать у нас качественно, понимаете? Вот здесь вот эта как бы некачественная укладка, она играет на картину, она дает, она не разжевывает объект. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария. Очень приятно. Проходите. То есть чтобы кисть не писала специально качественно, чтобы вот эти вещи, они дорабатывались в голове, вот эти образы какие-то вот досказывались в воображении у наблюдателя. Вот как фактура помогает выявлять, ну сразу мазок, и он уже живой, он уже такой, он дышит, он фактурный. Вот что дает нам фактура. Сейчас я даже на камеру попробую показать. Светлана, я побегу дальше. Вы пока абсолютно смело, вы под прикрытием, я чуть что-то прикрою, спасу, помогу, делайте. Так, Светлана, отлично. Ошибок нет. Так, о чем я? Здесь уже можно снимать насыщенность фона белилами, немножко белилами, и какими-то холодными нотками. Потому что здесь у вас одни теплые краски практически, здесь кое-где, вот как у медведев, вот серо-бережевое, вот зелененький немножко, ну и все, пожалуй, вот синенькое чуть-чуть на дудочке, в глазах синенькое. Без вот этого холодного, горячее, не горячее, оно такое, оно вещь сама в себе. С холодными нотками, оно сразу становится, зажигается, работа. Вот прекрасно сейчас подсохло, все, вот положили кисть, вот мы нанесли вот так, а теперь кладем и добиваемся живописности, добиваемся эффекта многосеансовой живописи, когда по-сухому кладется снова новые маски. Мы все это делаем, стараемся сделать в один ся. Так, пока отлично, не бойтесь делать лицо, смело, не переживайте. Управлю. Далее. Далее, вот подсохло все, идем, усложняем работу. Вот снимаем насыщенность ненужную, излишнюю насыщенность, вот какими-то оттенками, прошлись по голубенькому, все, уже не такое, не режет голубь совершенно. Если бы у нас было здесь что-то более сдержанное, мы бы прошлись по оно еще сдержанным, и получилось бы серенькое такое что-то, немножко не то. Так что вот тут такой маленький момент. Рисуем всегда более плотно, вот начинаем работу более плотно в тоне, то есть темнее чуть-чуть, и чуть-чуть более цветно. В идеале, конечно же, в точку бить, прям в десятку, но это мало у кого получается, даже у опытных художников. Сначала желательно перестраховываться. Чуть-чуть темнее, чуть-чуть насыщеннее. Тут уже краску, вот опять же к тому вопросу консистенции, тут уже слишком не нужно ее разжижать, иначе она будет крыть полностью и впадинки нам закроет. Тут такой чуть-чуть, можно вообще сухой краской, можно чуть-чуть ее смягчать, но тогда без затекания в поры ищет нам вот это патинирование. Вот пошло серебро такое. Вот я даже не знаю, есть там этого или нет, я уже чувствую, что здесь подходит, и все. Вот понимаете, вот тут уже, кстати, на таком, на вот этом уже этапе, сколько мы рисовали, минут 20, по-моему, чуть больше, да, больше говорили, минут 15-20 мы с ней работали, уже на этом этапе можно выключать, снимать натуру, то есть выключать или убирать там предмет какой-то, и писать уже по смыслу того, что ты написал, то есть давать работе, вытягивать из себя вот художника, не быть рабом натуры, это ни в коем случае, это самый чрезвычайно важный алгоритм, когда начинаешь писать, когда ты только начал твое становление по стуках художника, как можно усилия больше приложить, чтобы не быть зависимым рабом натуры, короче, ну, понятно. Да. Искать в себе смелость творить что-то новое, создаваясь, искать... Переход этой яркого колпака. Да. Как его именно полностью смягчить, растворить в картине? Ну, смотрите, можно светлым зайти на колпак, можно рваненько, можно колпачком рваненько на фон. Здесь у нас, ну, по-моему, тут широко, значит, в этом месте лучше светлым зайти на колпачок. Вот рваненько не прописано, а вот, понимаете, вот мягко получается такая вибрация. Да, вот такой момент важного белила у меня перед работой, всегда разбавлены white spirit. Ну, или скипидаром, или пененом. Они мягкие, чувствуете, вот такие мягенькие? В меру. Они не должны быть совсем пластичными, но в них должен быть не тройник, а именно какой-то разбавитель. То есть, вот смотрите, здесь вот эта краска прошел, сколько прошел час примерно, как я вернулся к этой работе, он уже здесь густой, такой же, как из тюбика, такой же глина. Такая глина. По ней мы сможем смело, практически без смешения красок, идти какими-то новыми оттенками. Понимаете? Угу. То есть, вот это очень важный момент, чтобы белила, то есть, не ленитесь перед работой, если вы решили работу закончить в один сеанс, разбавить ее немножко прямо на палитре, на стихинчиками, добавить разбавитель. Чтобы работа шла, как бы, по полусухому, мягкой краской. Угу. То есть, здесь мы решили заходить карманом на колпак? Да, можно на колпак, можно, если тут шире какой-то, можно колпачком зайти. Угу. И так, и так. Угу. А здесь горка, здесь горка только измытая. Да, получится не размыто, а с вибрацией. Вот, кстати, вот я сейчас вынужден подбирать оттенки, вот эти вот, а колеров не сделал. Помните, мы начинали говорить о колерах? Если бы были колера, плюшечки такие основные, для вот этого, для вот этого, мне бы не приходилось искать. То есть, не приходилось бы входить в палитру, вот искать вот эти вот оттенки. То есть, вот это польза колеров. Работа идет намного быстрее, когда у тебя намешаны какие-то основные колера. Если у тебя есть минутка, не поленитесь. Это, казалось бы, лень их делать. А на самом деле, они очень-очень выручают. Уже по высохшему лучше делать сейчас? Да, конечно, по подсохшей, не по высохшей, по уплотненной краске. Загустевшие. Вот, снимаем ножиком фактуры. Милей и штукой фактуры. Дорываем вот эту вот, все прелесть фактуры. Вот эти звездочки хорошие, я их называю звездочкой. Вот эти проблески беленького, они очень обогащают. Вот, вроде локальный цвет был, а вот прошелся ножиком, и все, он загорелся. Он уже мерцает. Мерцает не глухой, не плоский, а уже такой. Вот она уже закаменела, эта фактура у нас. А через пару дней вообще будет камень камнем. То есть фактура эта, в ней нет, в акриле нашей фактуре, нет воды, ну кроме той, которую мы добавили при разбавлении. Там чистый лак, очень мощный, акриловый. Он как камень становится. Его даже снять, он скорее до тряпки прорвет. Вместе с холстом даже может. То есть он намертво крепится. И в конце у нас будет отдельная фактора по брызгам, да? Брызги уже нужно брызгать. Уже. То есть, смотрите, она на таком этапе, на промежуточном, можно в два подхода сделать брызги какие-то, набрызг. Уже более-менее, если фон готов, не лицо. Лицо, но все равно, если брызнем, мы уберем его. Но с фон уже можно добавить какую-то, еще одну степень богатства укладки, то есть набрызг. Ну, плечик затемняет не так больше? Более холодно или здесь не стоит? Да нет, нет, хорош. Смотрите, вот так называемый температурный контраст. Контрасты бывают тональные, светлое и темное. И температурные, теплое и холодное. Они могут быть тонально одинаковы по тональной разнице. А когда температурный контраст, то есть, если вам не нужно здесь, не хотите что-то темное писать, или наоборот, слишком светлое, когда это не нужно, не подходит по задаче, по композиции, можно разную температуру создать, вот как художник создал, он очень выделяется. То есть, тонально не обязательно что-то затемнеть, высветлять. Так, давайте брызнем сейчас, смотрите. Подбираем оттенок, вот тут какая-то грязная бирюза. Сейчас я покажу это на камеру. Берем капельку-капельку краски, допустим, белила и бирюза в нашем случае. Разбавляем разбавителем. Достаточно сильно. Не тройником, очень сильно. То есть, здесь должен быть, ну, не знаю, в процентах, 99, наверное, процентов white spirit. Почему не тройником? Потому что долгое время нельзя будет поставить вертикально, поскольку здесь масло есть и лак. White spirit моментально испарится из поверхности. Так, кладем нашего клоуна, начинаем брызгать. Вот так смело. Но без перебора, со вкусом. Короче, не нужно все убрызгивать, чтобы это не было самоцелью. Понимаете? Угу. Вот. Лучше одного оттенка подбирать брызг? Нет. Желательно разных оттенков. Здесь просто в оригинале один оттенок. А вот здесь, мне кажется, еще такие розоватые. Нет. Это мы... Так. Теперь, вот, смотрите, сделаем вот так вот, пару таких движений, чтобы, ну, все-таки чуть-чуть выветрился. А то мы берем вот эту же кисть нашу и там, где нам это не нужно, чистой кистью, мы снимаем. Вот как попало на его на одежку, вот здесь, наверное, не нужно вот этот, брызги вот этим, мы их снимаем. То есть, крупные, мелкие можно оставить? Ну, можно, хотите, ну, просто не нужно, убираем. Вот она в одно движение убирается, вся вот эта история. Вот здесь они, по-моему, не очень нужны на их. Они легко убираются, почему? Потому что в них нет, собственно, краски. Капелька-капелька. Вот здесь хорошо оставим, вот эту линию оставим, здесь оставим линию. Вот это не нужно, это не нужно, это не нужно. Вот здесь можно что-то оставить. Вот это резкое я уберу. Ну, отпускаю вот там. Вот здесь нам нужно. Вот понятно? Чуть-чуть, чтобы это не бросалось в глаза. Так, тут с лицом работаем. Сейчас я возьму штабель. Лица будете использовать? А, да. Да, это когда желательно. Когда глаза пишешь, когда кто-то опирается на этот самый, но я не люблю. Следы все время остаются от пальцев, приходится поправлять. А когда в обычном масштабе работаешь, всегда рука занята. Вот эта рейка. Здесь желательно под тонкими слоями работать. Тоже вот, чем тоньше оттеночки вот эти вот, Светлана, где вот они? Тем легче впаивается все. Переходики вот эти. Ну, особенно, когда реалистично пишешь. Желательно вот эти вот, чтобы слои тонкие были. Я уже не буду такое синее делать, как в оригинале. Возможно, здесь просто джипег, обработка, слишком задранные эти цвета, насыщенность. Просто если мы сделаем такое синее, будет, ну, совсем уже неестественно. Чуть-чуть поспокойнее. Вот, кстати, тут уже краска есть, я ее просто выбираю, моделирую полусухой кисточкой. Вот обычная копеечная симпатика. Угу. Вот. А сколько здесь в глазах белило? Картина декоративная, полуабстрактная, можно прям белилами. Если классическая живопись и такая предметная, она не терпит белилов. Белило нейтральный цвет, мертвый цвет. Здесь в абстракциях можно смело белилами пользоваться. Тут правил нет. Мы сами себя создаем правила, сами их нарушаем. Вообще, в каждой картине свои правила. Художники не создают себе правила на весь период творчества, а в каждой картине свои правила. Хочу белилами, хочу чернилами. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Мазав получилась как слезинка. Вот смотрите, если почувствовали что-то, оставим. Если вас не устраивает. Он сам играет, сам плачет. Главное не пересадчат. Не замучить. То, что нашли, подчеркнули, я оставил. Любовь с ним. А здесь стоит пытаться размазать? Не размазать, а здесь такой получается, как у нас идет друг на друга заползает. Красненькие можно. То есть, мы красным, на синее и строительную кисточку или нет? Можно. На строительную кисточку друговато. Для этого можно просто обычную щетинную кисточку. А тогда он полностью не закрасит? Нет, он уже у нас такой полусухой. Главное, взять краски ровно столько, сколько нужно. Даже вот так вот не отжать, а точнее вот так вот лишнюю краску. Ну и попробовать соединить два вот этих, два цвета. Вот смотрите, наши царапинки пригодились. Видите? В грунте. Тут была дудочка. Дудочку помогли нарисовать, скрипочку. Ну, тут вариантов множество. Так, вот немножко винтажки. А потом их вообще надо локом покрывать, да? Да, конечно. Она, поскольку мы на разбавителях пишем, на сухих тройничках, она станет матовой со временем. Да, не со временем, а уже через два дня станет такая матовая. Можно через, ну, по-хорошему, два-три месяца, лучше полгода покрыть лаком. Или же, если не терпится, покрыть из аэрозоли, ну, домарный, как раз, стирольный лак. Только как покрывать? Если картина не очень просохла, желательно первый слой сделать тоненький, прямо на лестничную клетку выйти, раз, и дать сутки постоять тонким слоем. Потом уже на следующий день основательно можно пройтись вот так уже, чтобы слой… А носить вертикально или горизонтально лучше? Ну, без разницы. Если аэрозоль, то без разницы. Ну, наверное, лучше положить. И что важно, выявится цвет. Даже цвета будет больше, чем сейчас. То есть он выявляет цвет, лак прям будет гореть, вот примерно как ваша картинка на айпаде, не меньше. Ну, и плюс она защищает от механического воздействия лака. Ну, это очень хорошо, лакировать картину. Вау, шифак пыли. Да. Можно матовым лаком, но не в этом случае. Здесь матовый лак ни к чему. Ну, вообще, она защищает картину. Ультрафиолеты есть сейчас эти фильтры. Лак уже с фильтра УФ, так называемой УФ стоит пометочка. Это очень хорошее. То есть краски у вас не выцветут. Будет защита от солнечного, от лучей, которые в комнату проникают. Не советую донарным лаком покрывать. Он со временем желтеет, мутнеет. Лучше уже хорошим свеженьким акрилстиролем. Уф. Слых. Слых. Пусть. Слых. Уф. Могли вот так и оставим, или все-таки? Вот эти? Да. А в принципе оставить можно? Нет. Что? Нет. Я специально оставлю. Не надо. Ну как? Ну это живопись. Она в голове должна соединяться. Немножко вписать ее. Только что вы хотели расстрелять медведевских. У них просто пистолеты, а тут уже белые располагались. Да, тут я немножко рыть попала сильно. Стрелять будем? Да. Какого? Или двоих сразу? Какого не жалко? Да, мне жалко. Я думаю, что в этом пус будет прямовичный. Наверное. так, посмотрим. Ладно, давайте я чуть-чуть поработаю со своим. Вся работа. Вот сейчас чуть-чуть собрать вот этой растушевочкой чистой. Жесткости проснимать. Полусухой такой. Объединить ее немножко, чтобы не было тут тупо холодное, еще что-то. Такой грязноватый писточкой. Мне кажется, можно в угол ниже не делать. Сюда? Сюда? Чем? Что-нибудь голубенькое. Голубенькое. Так, под вашу ответственность берем. Так, сейчас я зрителю покажу, как оружие приходит на помощь ламбардовое искусство. Можем ли я снять? Хорошо. Так, берем какой-нибудь цвет, такой вот не очень отличающийся. пистолет. Кладем что-то такое. Пистолет оказывается. Да. Берем воздушный пистолет, для зрителя, повторяю, очень опасно для интерьера. Снимаем с предохранителя и стреляем. Без патронов, естественно. Не, можно из патронов, будет дырочка. Тоже не плохо. Нет, серьезно, люди постреляют с пистолетов, с настоящих пистолетов. По картинам. По картинам. Ну, сейчас еще и так. Ну, вот что-то такое. Можно, как бы, вот чего бы такого за... Вот тепленького берем прямо в пистолет. Немножко. И куда-нибудь. Так, по-вашему. Ну, вы поняли. Так, главное, чтобы Медведев ничего не предъявил, что мы можем тут. Ну, это, короче, очень широкие возможности с пневматикой. Что-нибудь вот такое художественное. Ну, здесь попал не тот цвет, но вы поняли, если внимательно относиться, аккуратненько что-нибудь подбирать. Можно очень интересные спецэффекты делать. Неповторимые. Только нельзя очень близко к пистолету воздухом может пробить дырку. Да. Минтаж. Ну, Минтаж составлен. Такая легкая как будто картина написана в 17-ом веке, так сказать, фреска. Ну, всегда хорошо, когда есть недосказанность, растворенность, несовершенство укладки. Это только плюс. Это усложняет. Это такой легкий ребус для наблюдателя. Понимаете? Вот, когда не все прописано четко, а все вот такое, не состаренное, а разрушенное, как бы, с такой, немножко с присутствием энтропии, такое вот разрушение, старение. Это всегда очень ценится. Вот почему живописные улочки, они такие хороши, когда они полуразрушены. Не совсем разрушены, а такие вот старые. Понимаете? Вот тут то же самое, когда немножко укладочка такая хромает на качество, это всегда живописно. Так, реакцию давайте. Какой-то. Да. Угу. Угу. Вну Napа Ега Мер Давайте я пойду дальше, Света. Делайте что-то со своей и уже будем с вашей работать на следующем. Смотрите, смело можно драть эту историю, если какие-то слишком выделяются чистым пальцем, немножко-немемножко затерли это место, чтобы не так. А вот такие мелкие очень прелестные. Шероховатость. На строительной кисточке тоже можно, или пальцем лучше? Вот ножик. Это разные вещи. Строительная кисть накладывает, а эту убирает. Немножко пальцем, если немножко что-то выделяет, строительная. Можно и строительная. Что еще хотел сказать, в принципе, когда картина высыхает, вот такую картину, такого плана, хорошо наждачкой пройтись. Да? Мелкой наждачкой, да, она еще больше выявит. Ну или ножом, острым ножом, буквально кухонным ножиком острым. Вот так пробрать, и матовым лаком покрыть будет вообще… Более живописно, да, у меня было более смазанное, без особых штрихов. Лицо? Более ровное, да, такое. Оно без оттенков. Вот должны быть оттеночки, оттеночки, где-то розовенькие, где-то даже не смотрите, если в натуре этого нет, у вас должна быть разнообразная такая укладочка. По цвету, по форме, по мазкам, по… Ничего однообразного, все разное, цветное, но не пестрое. Разное по укладке, по всему. А вот блик по правому глазу, на оригинале, он у нас получается справа, здесь как лучше. Справа… Или лучше все-таки слева? Нет, смотрите, он может быть… Потому что здесь у нас идет по краям… Да, 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 цвет. Если два источника света, допустим, две лампочки, то из два, конечно, легко. В уголку. Что? В уголку. Что? В уголку. Вот здесь? Надо. Белелку. Так, почетче свои желания. Здесь у нас именно на значке, здесь тоже надо или нет, или не стоит. То есть один глаз может более блестящий. Да, главное, вот они уже смотрят. Чувствуете или нет, они смотрят. Вот так вот, как-то вот так. Все. Лучший брак хорошего. Глаза очень легко испортить. Как говорят, Врубль своего демона испортил. Говорят, кто видел, кто первый из своего вариантов демона, вот этого большого, сначала он был, ну, сумасшедшей красоты. И глаза его… А потом он что-то полез со справками Врубль и испортил взгляд. И потом несколько, то ли месяцев, то ли лет, пытался исправить. И так и не нашел этого взгляда. То есть вот все жалеют, что он… У нас, конечно, не демон. Но, тем не менее, даже с этими глазками нужно быть аккуратным. Брови. Почему мы написали линии? Надо бы положить рваны сделать. Смотрите, там такое что-то вот. Понимаете, рваненькое. Маленький бочек. Маленький бочек. Ну, смотрите. Если ему приделать человеческие руки, то все пропадет. Придется ему… Он как бы в стилистике… Руки у нас подчиненные. Первые глаза у нас, потом дудочка руки. То есть они должны быть более подчиненные. Ну, конечно, да, мне тоже не нравится. У него там совсем такие закорючечки, но… Ну, как бы, закорючечки и хороши. Ну, они объясняют всю стилистику. Угу. Онлажил. И call, онлажил. М fuer Gogем. Так, ну что, Светлана, молодец, пятерка сегодня. Спасибо, я очень рада. Так что теперь, вы знаете, пишутся клоуны. Да, теперь умеют. Оля, спасибо вам огромное. Ну, все, подвигаемся. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал. Спасибо.